друзья приветствую вот ну что сразу приступим к вопросам я вижу здесь они есть виктор пишет вернее паталь паталь пишет english пикинг максим скажи мне пожалуйста когда можно будет вот этот эфир сделать чтобы он был с субтитрами на любом языке сколько на это потребуется времени ну раньше же мы делали данил дел ну да потом по итогам потом да в общем давай ответь мне пожалуйста на этот вопрос там в чем 10-15 минут наведи справки ладно но но уточни просто дата и время чтобы я сказал ребятам ребят там напишите пожалуйста в ответ паталью что мы ответим на вопрос то есть минут через 15 вообще наверно надо сделать так чтобы эфир можно было включать субтитры и смотреть его на необходимым количестве языков попробовать надо все сделать так виктор пишет здравствуйте скажите в какой стране на данный момент зарегистрирована компания ветер и город ну вообще у нас сейчас зарегистрировано юридическое лицо это общество граничной ответственностью ветер вот ветер это аббревиатура винт energy technology р ревеной был вот это резидент сколковой организации о так дикий запад всем привет всем привет виктор пишет извините некоторые люди утверждают что ваш патент не действительно на вашу разработку и был приобретен с помощью взятки в роспатенте объясните этот момент пожалуйста виктор ну некоторые люди утверждают что в космосе человек не был земля плоская поэтому как это можно объяснить наверное здесь нужно вам включить свой личный интеллект вот и этот вопрос хорошенько исследовать то есть какие критерии делают любую разработку патента способной каким количеством специалистов это оценивается да ну и уже самому сделать определенные выводы так намасте тут что-то пишет на английском так негативки и хейтеры всегда говорят а как же без них так михаил пишет всем привет надежда всем привет ребят давайте если вопросы есть я готов ответить у меня вот прям так чтобы новостей сегодня рассказывать минут на 15-20 ну что особо особо наверное ничего да и не знаю поэтому давайте дождусь вопросов будут вопросы будут ответы не будет вопросов значит пожелаю всем приятного вечера и попрощаемся ровно на две недели это будет у нас рекордно короткий эфир наверно вот паттель спрашивает английскую версию нет еще ответ на вопрос да а ты можешь сейчас ему ответить что мы ответим ему на вопрос соответственно ну лично там или как-то еще там ну просто я же ему не могу сейчас ответить ребятки давайте вопросики вопросики и давайте жду ровно 120 секунд если вопросов нет на две недели попрощаемся так есть какой то вопрос а так банковская карта не проходит на проект ветер не не могли бы не могли сегодня платить робокасса не карта но честно говоря было там письмо какой-то от робокассы что у них технические какие-то нюансы давайте попробуйте завтра если не получится просьба заходите на сайт по ветер например дал и нет ветер значит пускаетесь вниз и там есть телеграм телеграм непосредственно наша поддержка вот и пожар пишите туда вопросик и вам оперативно отвечают если оперативно не отвечает а время рабочие например то тогда можно зайти на страничку автор и там есть ссылка на мой инстаграм и прямо туда написать что вот написала прошло 40 минут а мне так никто и не ответил но вообще у нас такое практически не бывает так так станислав пишите низ насколько оправдывать себя краунд файнинговая модель при лечении финансирования данном этапе какое примерно соотношение частных инвесторов институциональных инвесторов ваш проект у нас не краунд файдинговая краунд инвестинговая модель вот оправдывает ну лучшего варианта я честно говоря не знаю если мы с баринами ведем диалог пару баринов таких на связь выходили то условия у них такие что не интересно да то есть один там предлагает 10 процентов компании другой 50 на 50 а это все не интересно вот поэтому краунд инвестинг дает нам сегодня возможность значит вести нашу деятельность основная наша деятельность сегодня заключается в том что мы получаем патенты идет процесс получения патентов в 75 странах мира на территории 75 стран мира мы делаем макеты прототипы распространяем информацию потихонечку о проекте вот встречаемся на территории дубай с авторитетными лицами с целью рассказать о нашем проекте вот изготавливаем макеты и должны на максимально хорошем уровне представить наш проект на выставке экспо 2021 в дубай по планам начало октября месяца 21 года вот и те инвестиции которые сегодня поступают в общем то нам как раз их ровненько очень даже ровненько хватает и кстати ребят у нас на про на сайте появился наблюдательный комитет вкладка наблюдательный комитет туда можно подать заявку и стать наблюдателем данные данные значит лица они будут получать отчет о количестве привлеченных денежных средств и статьи их расходования это сделает проект еще более привлекательным для наших инвесторов а нам это нужно потому что в какой-то момент у нас появится значит строительный участок и нам нужно будет возвести этот объект в реальном масштабе поэтому чем мы более открытый проект значит тем мы больше привлекаем к себе позитивное внимание вот и это дает возможность даст нам возможность возвести этот объект в реальном масштабе показать бизнесу как это работает вот в реальном объекте вот честно кстати знаете пару дней назад в течение двух дней встречались ребята приезжали в офис и говорят ну а как у вас там проработана техническая часть это же там все так все сложно я им черным по белым говорю ребята это в 50 раз проще чем самолет ту 154 нет но есть ли такие материалы есть ли такие институты которые это все значит спроектируют сделать я им говорю это в 50 раз чем самолет ту 154 который создали 60 лет назад ребята еще раз повторяю почему это кажется всем так сложно я им такой еще аргумент привожу до нашей эры витрины устройство работали до нашей эры почему у вас есть сомнения что сегодня здесь сейчас они может что-то не сработать найти не найти из каких-то материалов ну ребят ну давайте попроще немножко здесь ничего сложного абсолютно нет в общем иногда уже настроение портит своими вопросами так банковская это мы прочитали так ян пишет ой тут пролисталась сейчас 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 отмотаю приветствую денис все больше роликов появляется конструктивные по поводу всей деятельности компании ветер и город один из последних роликов на канале раме множество вопросов без ответа ян ну давайте так вот как давайте вспомним хоть одну историю которая бы не пытался кто-либо критиковать вот хоть одну историю если вы даже у нас же кстати есть ролик по поводу королева да вот судьба королева королев это тот человек который первый запустил значит спутник в космос да земли и первый значит запустил человека в космос вот если вы поизучаете немножечко его судьбу посмотрите с каких мастерских они начинали вот и как к этому относились некоторые граждане советского союза вот вот и почему человек провел несколько лет за решеткой и просто чудом случайно в итоге он достиг своей цели вот вы посмотрите эту историю поэтому и поймете что никто никогда не обходился без какой-либо критики вот и сейчас остается только радоваться что мы в такие времена живем когда когда все такое достаточно относительно тех времен ну лайтовые что ли то есть нет таких проблем когда тебя там допрашивают в НКВД там посовершает какие-то насильственные действия ну какой-то я не знаю Микки Маус у него ведь свои тоже мысли есть у каждого Микки Мауса есть свои мысли и человек так устроен что он социальный значит объект социальный да то есть он хочет контактировать с большим количеством людей информацию да свои мысли мы не можем это делать мы не можем запретить это делать да но другое дело что сейчас статья вышла ой не статья то есть назначили уголовное наказание за клевету в интернете вот поэтому можно в принципе этим воспользоваться а можно и не пользоваться я думаю что это никак на процесс абсолютно не влияет ну нравится быть кому-то Микки Маусом ну пусть он им будет если кто-то всерьез воспринимает слова Микки Мауса ну тогда примерно они на одном уровне а если человек обладает собственным интеллектом внимательно изучает все вопросы ну соответственно сделает выводы наверное это так если есть предложения лучше пожелания то я готов их услышать так Олег гололобов в целях диверсификации имеет ли смысл учитывая ваш опыт в строительном бизнесе в составе акционеров общества изменить еще и подрядную организацию выполняющую комплекс строительно-монтажных работ Олег ну вообще идеальный бизнес это когда это когда делают все подрядчики абсолютно все это когда это уже организованные подготовленные группы и более того ты еще можешь провести какой-то конкурс вот поэтому конечно к этому нужно стремиться в идеале бизнес я вижу так это просто юрист вот и который тебе приносит пачку платежных поручения оплаченных к ним прикреплен договор по продаже лицензии это самый идеальный вариант но чтобы к нему прийти к этому варианту нужно будет первый объект сделать самим сделать его самому поэтому нужно будет иметь строительный вагончик вот хороший да и самому там постоянно находиться с утра до вечера встречать эти бетономешалки значит арматуру общаться с проектировщиками наблюдать непосредственно за процессом знать каждого в лицо следить за тем чтобы подстропники были вовремя проверены чтобы не было чп настройки так далее чтобы как можно быстрее как можно гладко прийти к результату с первым объектом так кто это будет делать подрядчики сколько их будет это все будет ребят по ситуации и у нас наскоро на самом деле появится вкладка также на сайте это люди которые говорят что они бы хотели принимать участие непосредственно в строительстве вот например у нас сейчас макет стоит в афимоле и рядышком значит с москва сити строится три небоскреба строительство ведет турецкая подрядная организация главный инженер этого строительного участка вот он явно изъявил желание обязательно принять участие в реализации нашего первого объекта вот поэтому появилась мысль чтобы еще одна вкладка была на сайте для тех кто готов в нужный момент присоединиться как мы сейчас понимаем что геодезист нам пока не требуется потому что даже строительная площадка площадка еще не определена ну всему своя череда вот но в будущем это нам нужно будет поэтому будет еще одна вкладка команда в перспективе да или как как мы ее назовем вот так также будет там ссылка на соцсети можно будет с каждым подружиться познакомиться поговорить вот так в целях так дмитрий копейка пишет новые ключи прислали уже после добавления нолей нет еще дмитрий не обновляли у нас электронная подпись она ее нужно ежегодно продлять вот в январе это сделано да это юридически значимое действие оно проведено подпись обновлена но сейчас айтишник ее привяжет да прикрутит к сайту и тогда будет обновленные ключи выдаваться всем так значит приветствую запись эфира будет ну да конечно будет у нас она всегда есть так ян пишет было бы неплохо сесть разобрать их по пунктам почему все что в них озвучивается является заблуждением янда понимаете ну зачем это нужно скажите пожалуйста это если у вас личное непонимание какое-то есть ну как бы но вы один и тратить на этот час совершенно желания никакого нет вот это если вы хотите убедить кого-то из ваших друзей или товарищей ну ну ребята у нас есть же есть ролик технология это там есть мнение значит руководителя института прикладной и теоретические механики да руководитель посмотрите википедии сколько насколько он заслуженный человек он есть у нас есть мнение значит академика доктора архитектурных наук геннадий николаевича туманника поэтому что разбирать вот что говорит микки маус разбирать ну я в этом никакого смысла не вижу я я если вы не видите разницы между компетенциями м таких серьезных людей и людей которые не имеют соответствующих соответствующего объема знаний или опыта ну тогда я сочувствую наверное да у нас кстати ролик появится наверное в течение 10 дней ближайших там будет мнение я думаю что это самый самый авторитетный значит эксперт на территории российской федерации вот у нас есть от него интервью которое мы взяли в российской академии наук когда у нас была экспозиция поэтому ну ребят ждите ждите так олег пишет традиционным способом по аналогии с известными пик лср мол трест самолет эталон акции которые котируются я уверен что найдется немало желающих строительного профиля ну ну олег ну с традицией это не всегда хорошо а потому что если все делать по традиции мир туда меняться не будет что-то должно новое появляться а сейчас у нас есть дорожная карта это есть полное понимание что нужно делать какой момент и как нужно делать и как там мост тор трест развивался или пик ну честно мне вообще не интересно так как путь который сейчас есть он абсолютно непонятен вот и достаточно в достаточной степени хорош Станислав Павлов какой общий объем привлекаем средств ваш проект на данном этапе на последующих Станислав но я уже говорил 100 120 тысяч рублей в день нам более чем достаточно до того момента когда мы поставим когда мы определим строительный участок вот до этого момента нам этого достаточно мы сейчас с небольшим дефицитом ну в общем то почти в ровненько в эту сумму укладываемся а вообще я вам рекомендую вступить значит в ряды наблюдательного комитета заходите на лендинг ветер увидите значит эту вкладку и там как стать членом наблюдательного комитета просто напросто отправляйте фотографию свою и ссылку на одну из ваших соцсетей и у вас будет намного больше информации более подробная и будут ответы на все вопросы так так я вижу ветер ответил паттель так из индии вопросик но что-то мне никто не перевел не занимался переводом м давай я пока следующее зачитаю а тут просто катчик но все а все понял понял так так дикий запад одну двухминутные ролики мало для продвижения нужны ролики о том как важно электричество чтобы люди поняли как важно электричество нужно у них свет выключать на полдня они сразу все поймут вот ну ролики ну сейчас люди привыкли к таким коротким форматом набегу на лету поэтому мы учтем ваши рекомендации будем стараться так станислав павел какой общий объем привлекает средств ваш проект на данном этапе и на последующем не понял повторяется что ли вопрос а зачем ну вопрос я ваш увидел или если я не ответил вы считаете то тогда а просто повторился да Андрей пишет Денис планируются новые промо ролики для продвижения можно небольшие или нарезка фото с выставки да вот ролик у нас планируется как раз где-то в течение 10 дней вот да кстати Андрей видел ваши ролики там знаете много вы говорите то что то чего нет вы там говорите что мы уже получили патенты в 80 странах мы не получили патенты в 80 странах мы получили патент на территории российской федерации которые и подали заявки по проекту ветер в 75 стран мира мы подали эти заявки поэтому ну вообще честно говоря вот ваши ролики обзор проектов меня вообще нисколечко не впечатлили в общем много информации предоставляется недостоверной и все это перемешивается с какими-то третьими проектами все-таки рекомендую вам ну например подружиться с Артемом Леоновым и прежде чем выпускать какой-либо материал все-таки ему показывать вот или ребятам из чата кто компетентный да или кому-то из нашей команды их отправлять для того чтобы они их оценивали потому что у вас там ну каша есть а Станислав пишет ответ услышал благодаря да а Галина пишет у меня есть кабинете новый ключ ну может быть это в городе да есть ну что ребят пока все давайте будем буду в раз вас видеть через две недели вот работа мы ведем ежедневно постоянно как все идет и движется в общем то мне нравится поэтому всего наилучшего пока 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 не